Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Женя и в сегодняшнем видео я покажу вам вещи. Вещи, как обычно, с примеркой на своем теле, не идеальном, и вы сможете посмотреть, как они на мне сидят. В Алматы погода еще держится, тепло, солнышко, я безумно этому рада. Если вам кажется, что мой голос немного странный, вам не кажется, он странный, он нахрип, и я уже пойду к выздоровлению, ничего страшного, пропустим этот момент. Всю одежду, которую я покажу в сегодняшнем видео, я приобрела в Украине. Вообще, если честно, я не планировала ее там заказывать, покупать, но у моей сестры была свадьба, вы знаете об этом. Я искала платье очень долгое, и причем мне нужно было найти платье в лиловых оттенках. Я ничего не нашла. В Виннице очень мало магазинов, каких-то больших, маленьких, вообще очень мало магазинов, и выбор небольшой. В Киев у меня не было времени поехать, поэтому я воспользовалась заказом онлайн. И раз уж я начала заказывать, я решила заказать сразу себе несколько вещей, не одно платье, и того примерно 7-8. Давайте посмотрим, что же я себе заказала. Еще будет купальник очень такой секси-шмекси, утягивающий. В общем, давайте приступим. Сразу начнем с этого платья, за которым я гонялась по всей Украине, так сказать, ссылки на все вещи я оставлю под этим видео. Даже на этом сайте описание к этому платью было такое. Это платье вы можете надеть и на свадьбу, я такая сразу оба-на, и на выпускной, и так далее, на какой-нибудь торжественный вечер. Собственно, что я и сделала, я его заказала. Я сказала, слава, слава всем на свете, что подошло оно мне по размеру. Просто платье, чтобы вы понимали, свадьба была в субботу, а платье приехало ко мне в пятницу. Я думала, если оно не как раз, если оно не подходит, то все, это караул, я буду просто бегать по всей Виннице. Конечно, наряды, которые обтягивают вашу фигуру, они очень капризные. Я так скажу, что если у вас вздувается живот, то у вас он вздуется в этом платье, и будет это очень-очень заметно. У меня, если честно, вздувается живот. Если я объемся, либо даже воды напьюсь, он у меня сразу вздувается. В начале свадьбы я еще такая держалась. Не ела там ничего, не пила, такая вся ходила, живот втягивала. Красивая, стройная, отфотографировались, отснялись, и все, я такая... Я такая выдохнула, у меня живот просто такой... Я начала есть все, пить шампанское, то есть, сами понимаете, это газы. И у меня такой животик... И я в этом платье такая... Я пыталась, конечно, втягивать живот весь вечер, но ничего не получалось. Ну, в принципе, на видео это незаметно. На фотографиях, надеюсь, тоже еще. Ну, платье действительно красивое, очень красивое. Мне нравится цвет, то, что он такой бежево-телесно-розовый. Ну, и следом на том же сайте я увидела новое платье, у них новую модель, без тоже бретелек, без лямок. И сзади, по всей спинке идет замок. В общем, это такое платье в пол. Платье бандажное, оно стягивает вашу фигуру и все недостатки, соответственно. Но, опять же, обтягивает животик. Если он у вас вздувается, он вздуется. Поверьте мне, это будет видно. И еще такой минус в этом платье, я заметила. Обязательно нужно страховать чем-то замок. Я его застегнула, вдохнула так, и у меня он такой расстегнулся назад. В общем, я придумала, что нужно вставлять булавку обыкновенную незаметно, и тогда это платье не растягивается. Это платье из денима с замшевыми вставками. В общем, над грудью, потом здесь в районе пуговиц, поясок замшевый. Мне кажется, сочетание деним и замша, оно просто великолепное. Классика испокон веков. И когда я его увидела на сайте, я вспомнила, что у меня есть суперкрутой плащ, который я не ношу два года. Он, знаете, такой весенний-осенний, и он идеально впишется под это платье. У меня есть очень красивый комбинезон коричневого цвета. Он классно смотрится на фигуре, стройнит. Под мой рост идеально подходит, по всем моим параметрам. И цвет очень красивый. Посмотрите, он подходит и под мои волосы, и под мой цвет кожи. В один раз я его надела с кроссовками, во второй раз я надела с бежевыми туфельками. Я в этом комбинезоне ходила на съемки, ходила давать интервью, ходила на природу на второй день свадьбы. В общем, я отходила в нем по полной, и очень он всем нравится. Следующая моя покупка, конечно, уже была не на этом сайте, но на этом сайте тоже есть такие куртки. Если бы я видела, то не покупала бы в Бершке. Эти джинсовые куртки уже давно в моде, но мне не хватало такой именно в гардеробе. Оверсайз, большой размер, кажется, что она вам великовата, но на самом деле такая задумка. Долгое время я мечтала о рубашке, тунике. Знаете, это такая рубашка, которая удлиненная, как будто бы платье. У меня есть как раз такой кожаный пояс толстый, кожаные лосины. Вот сейчас осенью вот такая вот удлиненная рубашка, очень, мне кажется, в тему. Белая рубашка у вас должна быть всегда в гардеробе, просто вы должны найти для себя идеальную модель. Она может быть либо удлиненная, эта рубашка, либо, знаете, такая мужская, оверсайз, либо короткая, как вам нравится больше. Но мне нравятся, знаете, такие удлиненные, чтобы прикрывали бедра. Я уже начала понемножку заказывать себе и покупать теплые вещи. И заказала себе вот такой жилет из кашемира, очень нежный кашемир. В дополнение здесь идет поясок эко-кожа. Я думаю, что можно отлично сочетать также с лосинами, либо с кожаными штанами. Этот жилет, он накидывается сверху, как слюнявчик. Я очень люблю женственные платья, конечно, чтобы были в обтяжку. Но сами понимаете, когда у вас платье в обтяжку, но иногда хочется походить в каком-то свободном крое, в свободном силуэте. Я заказала для себя свободный летний сарафанчик, так как у нас еще тепло, и мы часто ездим куда-нибудь в теплые страны. Знаете, просто накинул и пошел. Не думаешь ни о чем. Очень комфортный, легкий и прикольный. Это платье очень женственное, ниже колена, с поясочком. Розовый такой, приятный цвет. Не ярко-розовый, а дымчато-розовый, пыльно-розовый. К этому платью идет поясочек. Смотрится оно женственно, красиво. Я люблю такие платьишки. Тоже, знаете, куда-нибудь надеть и побежала. Вот, и заказала там же себе вот такой спортивный костюм с маком, с маками полевыми. Штаны к нему, это темно-синий костюм. В принципе, он по ростовке мне подходит, но мне кажется, он на рост все-таки метр семьдесят пять. Потому что я метр восемьдесят, и есть какие-то нюансы. Он как будто бы мне немного маловат. Ну, именно в длину. Следующая покупка у меня была в Дьюзи Фри. Я увидела этот купальник. Купальник с подтягивающим эффектом и с чашечками на груди. Я давно искала себе цельный купальник, чтобы были чашечки, чтобы не сплюскивала грудь. Здесь прошит силикон вокруг. Он не будет с вас слезать. Вы можете без бретелек носить. А также у меня есть бретельки к этому купальнику. Купальника нет швов грубых на ягодицах. И, в общем, бесшовный. Он такой гладенький. Знаете, есть такие трусики тоже бесшовные, гладенькие. В общем, ничего не стягивает. Мне это безумно нравится. Еще как бы грудь на месте, попа нестянутая, как сосиска, да там, не порезанная этими швами. Все прекрасно. И сидит он очень хорошо. У каждой девушки в гардеробе должны присутствовать именно вот такие бежевые, нюдовые лодочки, туфельки на каблуке. Такая модель туфель подходит под любую одежду. В общем, я нашла эти туфли в Украине, в итальянском магазине. Мне очень повезло. Был единственный размер, мой большой, 41-й. Я когда их надела, они идеально просто сели на мою ногу. И я в них отплясала всю свадьбу. У меня ничего не заболело. Это очень странно, потому что обычно, сами знаете, как бы новые туфли всегда жмут, когда вы впервые их надеваете. Еще всем очень нравятся мои новые нью-бэланс. Их я нашла у нас уже в Алматы, в мега-центре, перед отъездом в Украину. Я забежала, говорю, у вас есть скидки? Они сказали, да, только на некоторые модели. Вот осталась одна модель вот этих, тоже 41-й размер. Большой размер, никто их не покупает. Ура! Цвет очень красивый, такой серо-фиолетовый. Подходит просто действительно подо все, особенно под джинсы. Это были все мои покупки. Надеюсь, вам понравились некоторые вещи. Напишите в комментариях, какие именно почитают с удовольствием ваше мнение. Что вам понравилось, как на мне сидит и вообще, что вам понравилось. Так что спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok